МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Салат, носящий имя Римского императора. Салат? Да. Да нет. Это там у кроссворда ошибка какая-то. Наполеон, это ж не салат, а торт. Да нет, бабуль. Да шо нет? Ты помнишь, я тебе на день рождения такой вкуснящий торт пекла? Так вот, это ж и был Наполеон. Да помню, бабуль. Просто Наполеон, он французский император, а не римский. Там уже он был и французский, и римский. По совместительству, на полставки. Это ж только он не афишировал, как это те наши госслужащие. Ну? Ну, наверное, оно все равно не то, а то тут шесть букв, а в условии Наполеон их восемь. Ой, да ладно, давай дальше. Что там дальше читай? Жирный, навальстый, узбекский суп. Пять букв. Тю. Ну и вопросы. Не кулинарный кроссворд, а какой-то госэкзамен. Тут и география, история, узбекский язык. Что это? Здорово. Да здорово. А что вы делаете? О, мозги разминаете. Так я вовремя. У меня к вам тоже есть загадка от Митяя. Что общего? Ну-ка, Валюха. Между женщинами и тараканами. Вот что между нами может быть общего? А то, что и те, и другие живут на кухне. Ой, ой, ой. Да у меня этих гадов отродяся не было. Они, наверное, знают, что на кухне одному место одной хозяйки. Вот это боятся сюда прискакивать. Так это что, и мне что ли нет места на твоей кухне? Тю, а я хотела вас порадовать. Он вкусненького принесла. Думала, приготовлю что-то. Он родителей крымской баранинки прислали. Золото, не мясо. Вот то, что у вас у Крыма все так дорого. Идешь на рынок, а деньги берешь, как у ювелирку. Да это ж домашняя баранинка. Вкусная, свеженькая. Ну что, хозяйка, найдешь мне место на своей кухне? А ты-то что сама готовишь? Да вот это Ванька вчера принес селедки, говорит, хочу с картошечкой. Ну, думаю, дай запеку картошечку с селедочкой ему. В журнале рецепт вычитала. Ну, так и отлично. А я туда жиденького приготовлю. Шурпу, например. Что-что? Деревня. Шурпа, это ж узбекский суп с баранинкой. Наваристый, жирненький, вкусненький. Самое оно. Пальчики оближешь. Точно. Шурпа, жирный, наваристый, узбекский суп. Пять букв. Подходит, тетя Лариса? Да не сомневайся, подойдет. Ну что, я приступаю? Ну, давай. Угу. Приступай. Шурпа. 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 Вот так, дорогие мои потомки, выглядит рассадник добра Дмитрия Саныча Буханкина. Вон, видите, колбочки, бутылочки, всякие приправки, баночки, огурчики, помидорчики. Да, здесь золотая, это надо крышу. Вот лучок, лучок у нас красный, беленький. Раз, 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 раз. Здравствуйте, дорогие мои потомки. Хочу поделиться с вами одной историей. Приснился мне сегодня странный сон. Наш участковый Алексеич явился ко мне во сне. Представляете, гад и там меня достал. А как дело было? Снится мне, шо сижу я в своей лаборатории, занимаюсь научной литературой, и вдруг является он. И знаете, таким человеческим голосом, шо совсем для него не свойственно, говорит, шо ж ты, гад, делаешь? Чему ты людей учишь? Я, конечно, ему хотел ответить пару ласковых. Вы знаете мой темперамент и прямолинейность, но не стал. Проснулся, причем в холодном поту, и задумался. К чему все это? Ну, то, что мент пришел, это ни во сне, ни наяву, ничего хорошего не предвещает. А вот шо значили его слова? Шо? Думал я, думал, 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 думал. И решил этот фрейдерский революс. Вот, вот она моя хорошая. Мужики, вот я вас учу, как правильно готовить напиток, как правильно употреблять его вовнутрь, чтобы получить, так сказать, максимальное наслаждение. А уж шо делать утром, когда от этого наслаждения только сухость в горле, да звон в голове остался. Вот этому я вас не научил. А это очень важно. Я, конечно, понимаю, что многие умники из области медицины процитируют Гиппократа. Чем заболел, тем и лечись. Не могу с вами не согласиться. Но лечение по такой медицине может перерасти в затяжной бюллетень. А это не есть хорошо. Одну секунду. Так, 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 так. Конечно, 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 можно поправить здоровье рассольщикам, как это делали наши предки. Но рассола, ну, на все случаи не напасешься. Во-первых, огурцы без рассола портятся. А во-вторых, один рассол человечество еще не научилось консервировать. Конечно, современная медицина, да и ваша наверняка тоже, предлагает разные средства от похмелья. Там таблетки, пилюли. Но, как говорил один мой знакомый аптекарь, чем людям хуже, тем нам лучше. Потому что лечиться во все времена было дорого. А я вам сегодня хочу предложить средство, действительно, недорогое, вкусное и простое. Аустер с хреном. Вы сейчас меня спросите, что это? А я вам отвечу только через пять минут, пока соберу все ингредиенты. Так что ждите. Лариса, что там у тебя у кастрюли шипит? Валя, выбирай выражение. Не шипит, а шкварчит. Сало, значит, жаришь. Так точно, угадала. А потом я шкварочки достану и на том жирку свое мяско жарить буду. Шкварки да жарки. Сало, спасибо, тетя Лариса. Спасибо, ты мне, Женечка, скажешь, когда добавку моей шурпы попросишь. Женя, ты сказки любишь? В детстве любила, а сейчас я фантастикой увлекаюсь. Вот смотри, помнишь сказку про молочные веки? Смотри. Вот. Ловись, рыбка, большая и малая. О, какая селедочка. Бабу. Вот тебе и фантастика. А что селедка в молоке делала? А это, чтобы из нее лишняя соль вышла. Я ее, селедочку, в молоке замачиваю. А эта селедочка лежит в молоке и думает, какие же странные люди. Сначала меня засаливают, а потом соль вымачивают. Зачем? А ягненок вот это лежит и думает, что это она меня так долго мучает? Или ты его в жертву богу кулинарии приносишь? Какому еще богу? Борису Бурде, что ли? А, ну если это ему, тогда все ясно. Ой, какой у меня деликатес получится. Редко вкусное блюдо, лакомство, деликатес. Правильно, бабуль? Да, конечно, правильно. У тебя же баба этот, как его? Как его? Слово забыла. Да склеротик. Да при чем здесь склеротик? Нет, который вот это вот все знает. Мой Митя, что ли? Да какой Митя? Умный который. А, нет, ну это точно не мой Митя. Да он тоже. Эрудит. О, точно, эрудит. Это же вот слово забыла. Да я понимаю теперь, чего Иван твой селедку купил. Она же для памяти хорошо помогает. Да с памятью у меня все нормально. Ты в прошлом году у меня взяла формочки для выпекания и Досе не вернула. Ой, да верну я тебе, Валя. Просто у нас дома такое творится. Там не то, что, там холодильник невозможно найти, не то, что твои формы. И долго у вас вот этот ремонт продолжаться будет? Ой, да не спрашивай. У меня иногда такое ощущение возникает, что там ремонт делает какой-то невидимый ЖЭК. Деньги улетают, а все на месте так и остается. Утомила это все страшно. Притомившиеся от огня овощи. Четыре буквы. Что ты? Правильно. Подходит. Так, теперь еще добавляем сюда морковочки и пусть томится минут пять. Так, а мы вот это лучком присыпали. А теперь эту красоту заливаем сметанкой. Вот так вот. Вот как. Ага. Ага. Ну что? Там не, ну что-то я смотрю, ты прям что-то так, прям скудненько у тебя, так мало сделала, прям как пожалела. А, Кларыза. Ты знаешь, что-то, ты не знаешь. Просто мой Митя такую порцию сам съедает один. А, Кларызка, Ларызка. Перестраховывайся. Боишься, что у твоей баламути есть никто не станет. А моей вот этой красоты, моего объедения на у всех не хватит. Да? Ой, боюсь. Ой, боюсь, а страшно. Давай, давай. Женечка, а по-моему, у твоей бабушки тепловой удар. Налей ей водички. Да и я заодно свою шурпу водички добавлю. Угу. Ну что, Женечка, давай еще мозги будем разминать. Так, что тут у нас по вертикали восьмерочка. Глянь. Так. Раз, раз, раз. Я снова с вами, дорогие мои потомки. В боевой готовности. Для приготовления аустера нам понадобятся остатки вчерашнего банкета. Вообще коньяк, я вам скажу, вещь уникальная. Хороший марочный коньяк, он поднимает давление, расширяет сосуды, улучшает кровообращение. Вы знаете, его даже пить не надо. Вот приходишь в магазин, смотришь на цену, у тебя сразу сердце колотится, начинает сосуды внутри вот так вот расширяется, давление начинает скакать, а ничего поделать не можешь. Подсолнечное масло, говорят, очень полезное, но с коньяком рядом не стоит, поэтому отставим. Ну, свежие яички, это вообще сказка, сколько стихов написано. Помните у Шекспира, бить или не бить, вот в чем вопрос. Ну, помидорчики очищены. Кстати, это очень легко делается. Надрезаете, в кипяточек на одну минутку, и кожа слезает, как с меня в Крыму. Солька, солечка нужна. Молотый красный и черный перец. Кстати, меня тоже многие называют молотым перцем. Ох, какие жирнова судьбы я только не попадал. Так, думаете, я что-то забыл? Да хрен там. Нет, хрен здесь. Так что ничего я не забыл. Все ингредиенты собраны. Перекур встречаемся через пять минут. А я тебе говорю, что у нас в Крыму всегда после еды подают мороженое. Ну-ка, Женечка, проверь, там есть там мороженое, подходит? А я тебе говорю, что после еды очень полезно тепленький киселек. Женечка, проверь, кисель. Девочки, не ссорьтесь. И то, и то вкусно. А лакомство после трапезы называется десерт. Точно, ну точно. Ты помнишь. Это ж то и другое, и мороженое, и киселек, это ж десерт. Точно, а мы из этого десерта чуть с тобою не подрались. Так, ну все, картошечка и яблочки у меня уходят в шурпу. Так, а я продолжаю делать свой десертный соус для селедочки. Вот сейчас крошу яичечки. Потом смешиваю, смешиваю это все с лучком у масли. Вот, туда. И это самое, и укропчику. И все, это будет вот такая вкуснятина, такая укуснятина. Ох, и вкусно будет, ох, и вкусно. Укусно, укусно. Ой, ты знаешь, Валь, я, кстати, вчера смотрела одну передачу по телевидению про уксус. Ой. Сколько ж я полезного про него узнала. Оказывается, он такой вредный. Хотя в хозяйстве вещь незаменимая. Так известная штука. Я когда вот рыбу чистить надо, я ее беру, уксусом вот так вот смажу, и так легко она чистится. Да ты что? Да! Слушай, а в программе этой говорили, что вот этот уксус, он просто такие запахи неприятные убивает, с полпинка. Вот понимаешь, если у тебя в хлебнице или в шкафу появился неприятный запах, берешь тряпочку, смачиваешь ее в уксусе, протираешь, и все. Ага, ага, ага. А когда готовишь? Вот готовишь, и неприятный запах. Да. Ну, капуста, например. Вот ты ее тушишь, она же воняет. Ой, воняет страшно. А ты рядом ставишь сковородочку с уксуса, просто рядом ставишь. Все, запаха нету. А я тебе скажу больше, моя бабка мне вообще рассказывала, что когда мясо вот тушишь, да, чтобы оно было мягонькое и быстрее протушилось, добавляешь две-три ложки вот туда, куда мясо это тушится, вот в этот соус, да, и все, вот такой фокус-фокус. Это я знаю, я так делаю, только я не у соуса, я прям там, где мясо тушится. А я вот это именно, что в соус она учила. А маринадная кислота, это случайно не уксус? Точно, Женька, уксус. Вот продукт, да, везде сгодится. И у еду, и у хозяйстве, и у кроссворде. Ты подумай, а. Так, Валюша, разреши у тебя взять букетик зелени. Пойду торжественно вручу этот букетик шурпе. А что, она уже готова? Ну, как тебе сказать, дорогая моя, вот сейчас вот пять минуточек, зелень отдаст свой сок шурпе, и будет усе. А моя селедочка тоже. Сейчас пять минуточек, и усе. Вот она красавица. Ай. Вот. Раз, раз. Слышно? Мужики, аустер готовится очень быстро. Ну, это и понятно, потому что в том состоянии, в котором вы находитесь сейчас, после вчерашнего, дорога каждая секунда. Бросаем помидорчики. Коньячок. 50-100 грамм. Здесь точность не нужна. Потому что, ну, с алкоголем никогда не рассчитаешь. Сколько не бери, все равно бегай два раза. Масло подсолнечное. Если коньячок можно перелить, с маслом этого делать ни в коем случае нельзя, потому что жиры вредны для нашего здоровья. Все. Отделяем желтки от белков. Как вы помните, я это называю, мальчики направо, девочки налево. Кстати, про налево. Наш бывший директор птицефабрики, вот мастер был этого дела. Он целыми фурами яйца налево отправлял. Вот на этом гоголь-моголе его, АБХСС, и взял. Так. Давай, 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 давай. Время, 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 время. Отлично. Отправляем желточки. Оп. Немножко сольки. Немножечко. Красный перчик. Черненький. Все. Закрываем. Потерпите, мужики. До выздоровления осталось совсем чуть-чуть. Терпим, мужики, терпим. Еще чуть-чуть. Кстати, я этим напитком, нашему председателю колхоза, жизнь спас. Праздновали мы День колхозника. Шишки со всего района в Кучу-Гуры съехались. Я быстренько к председателю в кабинет. А он за день до этого сыну свадьбу праздновал. Какой там День колхозника? Там тень колхозника, а не председатель. Лыка не вяжет. Я быстро домой мотанулся, собрал все, замутил аустер и влил в него. Так что вы думаете? Ожил родненький. Ожил. И гостей принял. И парад крупного рогатого скота принял. Да еще на праздничном банкете так принял, что, мам, не горюй. А мне премию дали за весомый вклад. Хотя какой там весомый? Всего один бокал был. Терпим, терпим, мужики. Еще чуть-чуть. Все. Теперь аккуратненько переливаем бокал. Ох ты. Вы что думаете, я про хрен забыл? Да хрен там. Хрен здесь. Здесь берем пол чайной ложечки. Вот так посыпаем сверху. И аустер с хреном спешит к вам на помощь. Итак, потомочки мои дорогие, если вы не в себе после вчерашнего, а вам срочно нужно туда прийти, ну, в смысле, в себя, то нишо вам не поможет сделать это лучше, чем аустер с хреном. А для приготовления аустера нужно совсем немного. 50 грамм коньяка, 1 яичный желток, 20 миллилитров томатного пюре, 10 миллилитров растительного масла, соль, красный и черный перец и неполная чайная ложка натертого корня хрена. А теперь быстро, потому что в таком состоянии дорога каждая секунда. Смешиваем коньяк, желток, томатное пюре, растительное масло, бросаем щепотку соли и перчики. Сверху полученной смеси ложим хрен. И вуаля! Аустер готов! На здоровье, мужики! Я надеюсь, что этот напиток приведет вас чувство и взбодрит. А мне больше не будет сниться этот кошмар в лампасах. Так что аустер помог и вам, и мне. Приятного аппетита! Папушка, тетя Лариса, а чего вы молчите? С вами что-то случилось? Да потому что нет слов. Ой-ой-ой. Я прям до речи потеряла всего этого увиденного. Для узбекского наваристого супа под названием шурпа тете Ларисе понадобилось полкилограмма баранины, 150 грамм сала, 600 грамм лука, 200 грамм сладкого перца, 200 грамм помидоров, 350 грамм картошки, 250 грамм морковки, 200 грамм яблок, пучок свежей зелени, петрушка тому, кропкинца, сыр и перец по вкусу. Сала чужая Лариса нарезала маленькими кусочками и растопила в кастрюле. Мясо нарезала кусочками и обжарила до золотистой корочки в жиру. Тогда же бросила нарезанный кольцами лук и тоже обжарила до золотистого цвета. Помидоры чужая Лариса нарезала кубиками, а сладкие перцы нарезала кольцами и бросила в кастрюлю. Тушила все это вместе, пока помидоры и перец не пустили сок. Правда, куда они должны были его пустить, я так и не поняла. Морковку чужая Лариса нарезала соломкой, картошку дольками, бросила в кастрюлю и все залила водой. Когда вода закипела, чужая Лариса варила шурпу на маленьком огне. Потом она бросила в суп целый пучок зелени. Яблоки нарезала дольками и добавила в суп. Через 20 минут чужая Лариса достала из шурпы пучок зелени. Выключила плиту и разлила суп по тарелкам. В каждую тарелку она положила немножко зелени и подала свой фирменный суп к столу. Шурпа тети Ларисы теперь у меня на втором месте после борща бабушки Вале. Три селедки, запеченные с картошкой, бабушка Валя брала филе слабосоленой селедки 600 грамм, килограмм картошки, 250 грамм лука, 200 грамм сметанки, 3 куриных яичка, 100 грамм зелени и укропа, 150 грамм сливочного масла, 50 грамм лимона и литр молока. Филе селедки бабушка сначала вымочила в молоке, а потом нарезала крупными кусочками. Картошку нарезала тонкими кружочками, лук нарезала мелко и половинку обжарила на оливковом масле. Форму для запекания бабуля смазала оливковым маслом. Выложила сначала слой картошки, затем слой обжаренного лука и слой селедки. Каждый слой бабушка смазывала взбитым яйцом. Последний слой она залила сметаной и поставила в духовку на 30 минут. А тем временем бабушка приготовила соус. Отварила вкрутую яички, почистила их и нарезала кубиками. Другую половинку лука немножко подогрела в растопливом сливочном масле, добавила туда лимонный сок и все это смешала с нарезанными яичками и укропом. Достала из духовки сельдь и подала к столу с соусом. Все было такое вкусное, что дедушка Ваня даже соус с хлебом вымокал, когда селедки уже не осталось. Ну так что, давай пробовать. Давай. Может, это нас у чувства приведет. Ой, ну с Богом. Давай. Да не с Богом, а с соусом. Ой, ну давай, давай. Ой, Валюша, ну что же это? Только подожди. Что? Мужики обидятся, если мы раньше их пробовать будем. Мы же красоту сломаем. Точно. Вот ты знаешь, Валюша, я думаю, что вкуснее этого только фрикасе. Хотя я его никогда не пробовала. Ура, фрикасе. Так, всякая фрикасе, но по-моему. И так. Есть? Красота, еще. А можно я типа что-нибудь тоже попробую? Да тут не пробовать, тут лопать надо. Пошли вместе с мужиками будем. Давай накрывать скорее, конечно. Скорее, давай. Та драться они будут не за твоих крылышек, а из-за того, что твой Митяй уже три месяца в бензопилу не возвращает. Горчица, мед. Я знаю, что раньше горчицей с медом лечили простуду. А ты там ничего не перепутал? Может, ты какое лекарство варишь? Давай, мешай вот этот вот лучок с морковочкой, с бурачком, чтобы не сгорели. Как твой дедушка, дядя Митя, в прошлом году у Ялти. Карла у Клары украл бокалы, а Клара у Карла украла коньяк. Так, 20 минут, чтобы Никитична обнаружила пропажу. 15, чтобы она сообщила об этом Алексеичу. И 10, чтобы Алексеич добежал сюда. Так, успею. По седьмое марта. Ну, праздник, конечно, очень спорный. Очень. Но какой-никакой повод. Кто у них? Все подряд. Арбузы, мидии, кукуруза, пахлава, то-се. В один день можно без микрофлоры остаться. Ошибка, Валечка, это то, что ты со мной по кулинарным вопросам спорить начала. Вот это ошибка. Вы не заглядывайте, женщина, не заглядывайте. А то сейчас своруете у меня рецепт. Бабушка Валя, тут в кулинарной книге написано, что когда готовишь какое-то блюдо, очень важно учитывать совместимость продуктов. Это получается мы будем в одно время готовить и первое, и второе. А вы тоже пробовываете.